Теперь перейдем к другим темам. В районе Макжана-Жумабаева немало сел, которые успешно развиваются. Один из примеров – село Сулушок. Здесь работает фермерское хозяйство Женебеков и компания. Главные направления деятельности – растениеводство и животноводство. Кроме того, развитие социальной сферы и строительство домов по государственной программе ЕМБЕК. Наш корреспондент в продолжении темы. Фермерское хозяйство Женебеков и КА образовано в 2005 году. Одно из направлений деятельности – растениеводство. Площадь посевов – около полутора тысяч гектаров. Наряду с пшеницей выращивают ячмень и овес. 240 гектар у нас пары. Пшеница засеняет тысячи гектар. Остальное – 280 гектар у нас кормовые. В 2012 году фермер приобрел КРС мясного направления. А в 2015 по программе Сабага завез из Чехии около 100 голов сементальской породы. На сегодняшний день в хозяйстве 250 голов крупнорогатого скота. Кроме того, по государственной программе ЕМБЕК идет строительство жилья для переселенцев. В текущем году планируется построить 15 домов. В 2019-м сдано в эксплуатацию 5. А еще благодаря предпринимателю школа в селе не закрылась и продолжает работать. Более того, количество учащихся растет с каждым годом. За этот период, с 2017 года, сейчас у нас в село прибыло 12 семей. Из них 58 детей, 3 студента, 4 родилось за 2 года. И в этом году построили 10 домов уже. В хозяйстве Женебекова трудится 12 человек. Средняя заработная плата – 90 тысяч тенге. Кенжибек Асай приехал по программе переселенцев, устроился разнорабочим. По его словам, сегодня в Сулышке есть все для нормальной жизни. Работа, жилье, стабильная заработная плата. Необходимо только трудиться. Сейчас занимаюсь ремонтом комбайна. Скоро он выйдет на работу в поле. Будет убирать хлеб. Когда узнал о том, что на севере есть работа по программе ЕМБЕК, не раздумывая, уехал. Сейчас не жалею об этом. Здесь есть все, что мне необходимо. Предоставили жилье и работу. Карадженебеков родился и вырос здесь. Это его родная земля, потому своим священным долгом он считает помощь в развитии села. В планах у предпринимателя предоставлять скот односельчанам для разведения, продолжать строительство жилья. А еще мечтает построить новую школу для детворы. Елена Горбань, Нурбул Болгобеков, Самат Исингалиев, Служба новостей.